здравствуйте дорогие художники и любители живописи вы находитесь на канале яркие картины с вами наталья ширяева и сегодня я вам покажу свои новые картины маслом которая написала за последнюю неделю и одну картину я вам покажу из моего февральского периода которую я не успела мне не получилось показать ее в прошлом выпуске когда я показывала 21 картину написанную за февраль сейчас я начну с того что я вам продемонстрирует свои работы написанные масляными красками а потом я вам расскажу какие творческие процессы сейчас происходят моей жизни первая картина которую вам сегодня хочу показать это еще один лев лев у меня написан по мотивам проданной работы 1 лев у меня продался и я его написала в других оттенках я сделала эскизик я изменила цвета у меня появились другие оттенки тут ли был более оранжевый такой темно-оранжевый этот лифт у меня более разноцветный мультикалор он написан масляными красками мастихином на холсте натянутом на подрамник холст вертикальный 60 на 40 сантиметров и тут я еще более этих фактурную технику импаста использовала импаста это техника когда мазки очень объемные большое количество краски сейчас я вам покажу мазочки они действительно очень объемные много ушло краски у меня на эту картину вот такие вот мазочки прям очень-очень выпуклые и писала мастихином понятно этот лев мне даже больше нравится чем тот первый лев который был продан наверное потому что он более фактурный и более яркий здесь больше такого вот радостного яркого зеленого цвета который я очень люблю цвет зеленого яблока вот ну и интересное колористическое мне кажется более интересное колористическое решение и более пастозно наложенная масляная краска так что вот такой лев у меня сейчас продается и немножко более детально покажу маски под углом вот такие они выпуклые мне нравится что я стала еще более смело работать с объемными краски масляной и у меня самую большую радость доставляет вот работа мастихином с очень объемными такими масками этого у меня родилась вот такая картина розовое облако над морем картина закатом морской пейзаж в таком минималистичном стиле написано но тоже в технике импаста тоже очень объемными масками сейчас я прям очень увлечена этой техникой и мастихином большим количеством краски я вот сейчас выражаю свои идеи работа не очень ярко но как она есть не яркость но в ней есть и некоторая такая знаете приглушенность то есть с одной стороны она вроде бы в моем стиле в цветах но то же время в ней вот много оттенков голубого бирюзового и они как бы такое создают знаете медитативность жирная краска она ликует сама по себе не сухая очень так щедро наложенная смотрится приятным глазу видна фактура хорошо носков самих вот такая картина еще родилась у меня это горный пейзаж я описала по своей фотографии это одно из моих любимых мест крыма это село зеленогорье арпад и там мы поднимались на гору и в момент заката часть горы была освещена таким вот свечением таким оранжевым сиянием и а сами горы по себе там они такого розоватой породы и поэтому она получилась просто вот верхушка горы какая-то розово-оранжевая мне захотелось это воплотить картину и в итоге получилась вот такая работа у меня очень она цветная очень она мне нравится по цветовому решению она тоже фактурная написано тоже на холсте холст на подрамнике 40 на 50 сантиметров а предыдущая работа я по-моему не сказала 40 на 60 холст вот и честно говоря когда я описала мне ужасно захотелось вернуться в это место потому что в это место мы там были два раза с русланом один раз жили там неделю или даже дней десять постоянно каждый вечер ходили горы поднимались на горы и вот наблюдали разные разные виды там горы конечно потрясающе очень мистически вот так выглядят мазки краски вблизи она конечно очень многоцветная вот эта картина она действительно мультикалор это веселую картину с котиком я написала еще в феврале но тогда она у меня была в другом месте и я ее не смогла показать вместе со всеми февральскими работами она называется кот по имени павлин вот такой вот котейка он очень веселый жизнерадостный и он в общем то писался в таком игривом настроении мне кажется я очень любим он со мной долго прожил когда я на нее смотрю на эту картину я вспоминаю этого котика какой он был мягкий и приятный и как он мне одаривал своей дружбой долгие годы так что у меня вот такие самые лучшие ассоциации с этой картиной связаны картина маслом написана холст размером 60 на 40 сантиметров также хочу вам показать вот такую маленькую работу я люблю писать маленькие работы правда почему-то редко я об этом вспоминаю и вот недавно я купила небольших арголитов это арголиты такие профессиональные то есть это не ДВП это вот арголит с двух сторон гладкий вы видите он очень толстый он такой прям плотный плотный миллиметров 5 наверное у него толщина размер его 20 на 30 сантиметров и вот такой мастичиновый пейзаж у меня появился на нем мраморной технике пейзаж с небом, блоками, морем вот он же в другом освещении мне очень нравится как получаются маленькие работы то есть тут очень много таких случайных интересных мазков и мне потом очень нравится их рассматривать и думаешь ну как вот оно так все само сложилось очень гармоничным образом хочу серию маленьких работ я написать и сейчас я вам покажу две последние работы это работа тоже на арголите на таком же как и предыдущая работа это двухсторонний арголит он гладкий с обеих сторон очень толстый 5 миллиметров картина в мраморной технике она пока еще у меня не размещена в магазине может быть сегодня я этим займусь как раз и она поэтому еще не имеет названия но я думаю это что-то будет связано наверное с горами или с альпами название что-то будет такое вот она очень текстурная вот моей авторской технике мраморной вот мастихином мне очень много интересных моментов где краски смешиваются и создают интересную фактуру текстуру такая вот работа с какими-то горными домиками у горного озера вообще тема гор горных озер она у меня просто красной линией идет через все мое творчество и сейчас вот я недавно вдруг поняла что у меня даже не сколько привлекательно допустим жить где-нибудь в море насколько мне бы хотелось наверное жить около какой-то горной реки горные реки это то что совершенно совершенно идеально резонирует с моим состоянием и последняя работа тоже арголит мраморная техника это букет роз и яблоко 40 на 30 сантиметров размер этой картины мраморная техника вот так вот это выглядит при приближении очень текстурная работа в не ярких не кричащих тонах и на мой взгляд интересно очень по колориту иногда меня ведет очень яркие цвета иногда меня ведет в такие вот полутона под разным настроением я пишу совершенно разные работы вот такие работы я написала я хочу сказать что сейчас у меня достаточно продуктивный творческий период идет я практически каждый день пишу картины занимаясь живописью меня часто спрашивают сколько времени в день я трачу на написание картин на живопись ну я для себя так выяснила что дольше трех часов подряд в течение дня мне заниматься тяжело живописью я работаю в перчатках я работаю в специальной защитной маске я стараюсь не дышать парами которые выделяют краски разбавитель ну разбавителем я практически не пользуюсь сейчас ну в общем то бывают все равно запахи разные которые в общем то я стараюсь не нюхать так как в принципе я занимаюсь живописью регулярно и заметила что если я защищаюсь да от этих запахов то я себя лучше чувствую вот ну понятно что в маске в общем то сидеть да очень долго все равно это не очень то как сказать приятно все равно кислорода меньше поступает и усталость сильнее наступает вот когда я работаю на свежем воздухе то я работаю без маски но я все равно стараюсь пользоваться защитными перчатками недавно мне одна знакомая прислала ссылку на такое интересное средство как мыло для художников для того чтобы отмывать масляную краску с рук и мыло это оно не сушит руки вот такой вот интересный совет поступил но я в общем то для себя уже поняла что мне очень удобно очень нравится работать в перчатках а в тоненьких резиновых перчатках ну наподобие хирургических и даже не потому что как бы я не люблю чтобы руки пачкались а вот именно процесс отмывания потом он очень сушит неприятно кожу и вообще приятно снял перчатки руки чистые вот я даже стараюсь палитру убирать еще в перчатках вот поэтому вот такие вот особенности моей работы вот а минимум сколько я занимаюсь в день живописью но это наверное где-то от полутора часов то есть полтора часа минимум и где-то три часа максимум бывали не когда я больше занималась живописью когда я писала сложные натюрморты кистью голландский натюрморт это там сложная окропотривая работа да там ты в общем то малоэнергичное действие выполняешь что сидишь что-то тоненькой кистью выписываешь этим я могла заниматься дольше я занималась беззащитной маски поскольку там понимаете да что объемы краски совсем другие то есть испарения тоже совсем другие особенно на этапе когда я уже прописывала тонкую прописку последнюю когда работа уже была высохшая там в принципе уже можно было работать и беззащитных разных средств и вот я сидела в принципе знаете ну могла наверное часов в пять день с перерывом с одним перерывом то есть часа по два с половиной два сеанса там один сеанс утром один сеанс во второй половине дня ближе к вечеру вот но я хочу сказать что в таком режиме я проработала две недели и я поняла что все таки не очень мне такой режим нравится то есть сидеть я сижу пишу сидя во первых да то есть многие художники удивляются что я пишу сидя некоторые пишут картины только стоя нет я пишу сидя у меня настольный мольберт мне это удобно вот я включаю себе аудиокниги которые мне нравятся или на ютубе слушаю ролики и вот в таком режиме я пишу картины вот насколько вот сколько выходных данным нужно мне в неделю чтобы вот перезагрузиться и чувствовать постоянное влечение также описи потому что если каждый день работаешь допустим по три часа то наступает момент когда ты уже как бы как бы перес насыщение мне кажется этим процессом вот для себя я поняла что у меня где-то удобное соотношение три дня к одному то есть я три дня могу писать картины да и один день как бы у меня полностью выходной то есть я занимаюсь точнее у меня выходной не в том смысле что я отдыхаю а я занимаюсь дополнительными работами связанными с продажей картин да то есть я там занимаюсь фотографией я занимаюсь размещением в фотографии картинами на ресурсах через которые я продаю картины и это в общем-то достаточно трудоемкая и объемная по энергозатратам да такая деятельность а и если допустим я картину пишу допустим три часа в день то затраты временные да на фотографирование обработку фотографии размещения какой-то пиар там по соцсетям то это может там быть пять часов в день то есть вот такое соотношение я недавно поняла что у меня пожалуй либо одна равноценное количество времени уходит на то чтобы как сказать донести картину до покупателя да либо даже этого времени возможно больше требуется чем на занятия самой живописью вот так вот у меня получается вот ну может быть силу того что когда-то когда у меня были проблемы со здоровьем мне приходилось нарабатывать быструю технику письма то есть я не могла себе позволить там работать над картиной даже три часа подряд но мне очень хотелось заниматься живописью и я сделала как бы выбор такой что я буду так сказать разрабатывать для себя техники быстрого письма вот то есть стараться наимен на меньшее количество времени отвлекаться в процессе живописного сеанса вообще как бы не отвлекаюсь там на еду на питье на какие-то дополнительные действия вот то есть если я пишу три часа картину то я плотно три часа только пишу картину а недавно поступил комментарий вот именно связанный с этим человек как бы пожаловался что не получается быстро писать то есть очень все растягивается во времени мне кажется это все от неконцентрированности просто происходит дело в том что я в своей жизни очень много практиковала практик связаны с концентрацией вот и с 1 с одновременным концентрации и расслаблением то есть медитации концентрации различные энергетические практики и я заметила что вот это все она очень помогает и в том чтобы сконцентрироваться на внимание в процессе занятия живописью то есть чтобы не так вот ты сел 10 минут пописал потом встал с другом поболтал по телефону потом сел там 15 минут пописал пошел чайку попил вот вот так я не люблю то есть мне нравится концентрироваться на процессе на каком-то я стараюсь это применять во всем до своей жизни только живописи то есть если я занялась там чем-то одним то я стараюсь как бы какой-то вот этот сеанс занятия одним видом деятельности чтобы он не прерывался питьем чая болтовни по телефону я очень не люблю когда во время занятия живописью мне допустим звонят по телефону отвлекают меня или не по телефону да если кто-то есть в доме это еще хуже то есть для меня идеальный вариант находиться дома одной когда я пишу картины у меня это принципе получается сейчас поскольку муж у меня работает отдельно да то есть раньше мы работали на дому оба и это было сложнее да то есть все равно желание какой-то соблазна поболтать какой-то мысль пришла поделиться ею она отвлекала от работы но потом мы так разработали систему такую чтобы друг друга не отвлекать от работы от нашей чтобы работать порость в разных местах вот потому что даже работа в разных комнатах она не спасает от того что вот ты отвлекаешься поэтому я понимаю людей которые жалуются допустим на то что они никогда не бывают дома в одиночестве до что они живут с кем-то и эти люди они всегда присутствуют дома и что заниматься живописью вот вот одновременно с этим очень трудно у меня например есть подруга которая с мамой живет и мама у нее она и практически не выходит из дома и подруга это она профессиональный художник преподавателя не она закончила педоинститут по делению живописи и она говорит я не могу просто писать картинка до мама дома и вот только летом когда уезжает на дачу она там на даче пишет картины потому что как бы она говорит мама она постоянно отвлекает она заходит что-то говорит что-то просит помочь и это как бы но невозможно даже говорит на час остаться вот одной в комнате вот я это понимаю хорошо очень понимаю сочувствую и как бы ну как бы желаю этим людям как бы найти просто все-таки свой способ да как-то как ему единица для того чтобы заниматься любимым делом мне кажется это очень важно для человека возможность сконцентрироваться на любимом деле чтобы его не отвлекали постоянно вот ну на этом пожалуй я сегодня завершу свой выпуск спасибо большое что были со мной оставайтесь на канале подписывайтесь а заходите мой интернет-магазин на смотрите мои мастер-классы всего доброго с вами была наталья ширяева до свидания и и и и и и и